У нас в вебинарах посвящен тематике использования формата EPUB 3. Это последняя версия формата EPUB, предназначенного для электронных книжек. Этот формат продвигается сейчас очень сильно фирмой Adobe. В этом формате давно уже книжки распространяются и особенность этих книжек обычно это то, что поток данных идет, который можно читать и поворачивать устройство и никаких здесь нету четких делений на странице, потому что можно документ размер шрифта увеличивать, уменьшать и тогда деление на странице будет другое совершенно. Это занимается устройство делением на странице и по сути формат EPUB представляет из себя HTML. В этом формате многие устройства спокойно работали и бед не знали. Но где-то начиная с 2012 года был анонсирован формат EPUB 3, третья версия, в которой значительно усилили интерактивные возможности, мультимедийные возможности и стало возможным в общем-то практически полноценным мультимедийным документом представлять, что было раньше невозможно. Но, правда, возникает сразу один такой немножечко грустный вопрос по поводу совместимости. Вот вам карта совместимости. Если что, эти данные, они в открытом доступе есть. Вот, и эти данные можно посмотреть и вы видите, что здесь не очень хорошо обстоят дела. И вот видите, у андроида Playbook 56 процентов совместимость есть возможности EPUB 3. У iBox от Apple 60 процентов. Еще для андроида Giden Reader 82 процента. Наверное, почти что рекордсмен. Еще какой-то OneDate Reader 97 процентов. И вы видите, что в общем полная разноголосица и разное количество устройств, но полноценной поддержки никто не оказывает, к сожалению. У Adobe Digital Editions 88 процентов. И поэтому, получается, все красоты EPUB 3, они, в общем-то, пока что немножечко подвешиваются, но, конечно, в процессе развития у них будет все лучше поддержка и будем надеяться, что он потихонечку будет завоевывать мир. и что из себя представляет, как может вообще выглядеть формат EPUB 3. Вот вам небольшой такой пример на эту тему. Обычная страничка перед вами сейчас. Я смотрю на обычном Reader. Диджитал, Adobe Digital Editions, но, правда, четвертой версии. Видите, четвертая версия у него. Предыдущая версия третья не поддерживает всех возможностей EPUB 3. А здесь давайте посмотрим, что поддерживается. Итак, вот что касается интерактивности. Обратите внимание, вот такие кнопочки. Я могу переключать, и вы видите, вот эта часть переключается. Вот, это не куча страниц, это одна страница, и вот она вот так переключается. Следующая. Перед вами видеофрагмент. Перед вами аудиофрагмент. То есть это уже в формате EPUB 3. Видео-аудиофрагменты. Анимация. Вот, вот так вот оно симпатично работает. Здесь просто текст обычный идет, ничем не примечательный. И таким образом вы сейчас видите, что здесь поддерживаются интерактивные, мультимедийные возможности, а файл вот этот был создан с помощью InDesign, и мы посмотрим, какие возможности InDesign здесь задействовывались. Вот. В принципе, конечно, формат EPUB 3 можно создавать с помощью множества различных программ. Вот. Но InDesign, в общем-то, один из самых неплохих вариантов для создания этого формата. Кстати говоря, а как бы это могло выглядеть на обычном устройстве под названием iPad? Сейчас посмотрим. Видео-аудиофрагменты. Видео-аудиофрагменты. Так, видна ли вам картинка? вот итак, я открываю файл, вот он так сейчас смотрится вот эта вот панелька с кнопочками, все хорошо переключается, обратите внимание, что я могу здесь отобразить на весь экран с помощью айпада, ну вот звук, сейчас звук я подвыключен, так что все это отлично поддерживается, посмотрим здесь как работает анимация, все хорошо работает, видите текст тоже работает, но обращу ваше внимание, что если я поворачиваю устройство, здесь не поворачивается, это особенность данного именно документа, и поэтому здесь это не поворачивается, теперь обращу также ваше внимание вот на что, вернусь к файлу с кнопочками, и если немножечко раздражающие элементы в этом формате и пап, и получается что мы сейчас видите кнопочки, я могу их нажимать эти кнопки, вот они так нажимаются, вы наверное замечаете такой прямоугольничек, который там образуется, но более противно смотрится вот что, я нажимаю на кнопку и обратить внимание сверху все нормально, нажимаю на следующую кнопку появляется шапка, вот эта вот, появляется шапка, нажимаю на следующую кнопку, шапка пропадает, то есть получается мой касание пальцем, оно то отображает панельку, то не отображает панельку, и когда я касаюсь очередной кнопки, то соответственно панелька, то отображается, то не отображается, у меня есть маленькое подозрение, что это будет раздражать пользователя, когда он будет работать с такой книжкой, поэтому в общем пока трудно сказать, насколько это очень здорово, правда в других ридерах может быть по другому поведению, здесь же все зависит от ридера, который будет использован. Такой небольшой пример на айпаде. В принципе, у EPUB 3 есть еще тоже интересные возможности. Сейчас посмотрим. Ну, например, вот такая штука. Перед вами работа, это не совсем анимация, это работа Canvas, так называемый элемент HTML Canvas. Тут надо сказать, что немножечко странно смотрится панель управления проигрывателем, и ползунок я не могу до последней страницы к чему-то довести, но вот это вот уже вопросы кодок Digital Editions. Что касается проигрывателей для формата EPUB, их довольно много, и, например, для десктопа есть проигрыватель под названием Рейдинг. Это от Google, и он встраивается, по идее, в Google Chrome, по большому счету. Ну, что тут мне встроить его не удалось. Вот. Он отдельно вот так отображается. Ну, вот сейчас, видите, он показывает тот же самый файл, который я вам показывал. Ну, проблемы с кнопками нету. Для планшета мне такого не попадалось, редактора, и поэтому просмотрщика, поэтому не знаю, может быть, он есть, но что-то не попадалось. Просматривает он благополучно, никаких, в общем-то, отклонений нету. Вот. Для Firefox тоже есть решение, и посмотрим, как выглядит тот же самый файл. Вот так вот выглядит сейчас файл в плагине под названием EPUB Reader для Firefox. Для Firefox в ней что-то, в общем-то, не особо много ридеров нашлось. Вот. Но EPUB Reader, он тот, который выдавался сразу в первых местах. Видите, у него куча звездочек, вот, у него полмиллиона пользователей, и куча пользователей там все хорошее понаписал. Ну, вот так он отображает сейчас мой EPUB. Не работают. Текста нет. Видео работает. Аудио работает. Но анимация не работает. Поэтому получается так, что и самые вкусные возможности EPUB, они здесь сейчас закрыты. И видите, все как макет испортился. Теперь, ну, сейчас с вами смотрим файл в формате EPUB 3. Вот. И по поводу совместимости, вы видите, такая страшная табличка идет. Вот. А что касается того, что из себя представляет формат EPUB 3, давайте посмотрим на такой момент. У меня есть файл. Такой из них небольшой файл. Допустим. К нам кто-то стучится. Здравствуйте. Вы уже начали, да? Да, вовсе. Присаживайтесь. Что, одни вебинарщики? Вебинарщики, да. Человек, как, по-моему. Человек, не опутал, подождем у тебя? Мы заблудились. А? Мы заблудились? О, как. Здесь вешал ходить. Мы не знали, как от 37-го трамвая попасть. А, трамвая никогда не ездили. Ага. Ну, проще было, конечно, от Курской. От Курской? Да, на автобусе, да. Волновской. И там он напротив метро прямо устанавливает. На 37-й трамвая. Да. Воднюю установку перенесли. Вон дальше там находится. Сейчас просто... Он еще не останавливается еще? Нет. В том все дело. Вот. Надо было от Актервисского, наверное. А на следующей остановке вообще не от Актервисского? Нет. После поликлиники там остановка. До бывшей остановки метро. Вот. Поэтому... Ну, в общем, лучше, конечно, на автобусе бесплатно от Курской. Потому что там не будем линии идут. Поэтому к вам по-всячески все очень здорово. Так. Ну, поскольку к нам присоединились вы... у нас тоже будет есть. Но там что-то не необходимо. Там 20 человек зарегистрировалось. Пришло 5 человек. Ну, тоже бывает. Так. Ну, у нас это в виде семинара, поэтому там на ваших компьютерах ничего не стоит. Вы как просто зрители... То есть вам ничего делать не надо было. Хорошо или плохо, но ничего делать не надо. Вот. То есть с компьютером было бы более функционально, да? Да? Нет. Здесь просто чисто демонстрационно и за два часа с компьютером больше, чем успели бы. А так хоть и что-то успеем. Вот. Так. Просто наш личный опыт показывает, что бесплатные вебинары всегда глючит. По крайней мере, когда я пытался записывать бесплатные вебинары, у меня не получалось в лице. Вебинар? Вебинар. Да. Всегда с компьютера было очень плохо. Ну, вы знаете, тут вот Татьяна, я не знаю, как сейчас, вот она пишет, что у нее звука нет. У остальных звук есть, то у нее звука нет. У меня все время звука не было. Угу. Если у него нет, то не поймешь, что тогда в ряд лет от меня проблема идет. Скорее всего, где-то там. Но если оно там не решается, то обидно ужасно, конечно. Ну, по крайней мере, слово бесплатное, может быть, немножечко радует. Вот так. А вы сами с и папом работали с форматом? Нет, мы не работали. Ага. Ну, мы там другие, ну, в ПДФ, если не делаем, там как-то, мне очень мало про него, ну, немножко про него говорили на расширенном ин-дизайне. Там мы делали электронную книгу и переводили в EPUB. Да, да, да. Это это было. Вот. Но дело в том, что вот это вот EPUB, мы здесь почему собрались, дело в том, что EPUB, он сейчас идет, видите, в формате EPUB 3, вот. Так что, прежние версии EPUB, это обычный поток текста. Идет, ну, с картинками и так далее, там, в принципе, особых проблем нет. Вот. А в версии EPUB 3 у них добавились куча всего интересного. В принципе, если что, где можно найти информацию о EPUB 3? Угу. На англоязычном сайте, вот это стандарты, которые лепят. Виден адрес? ADPF точка орг слэш EPUB. Виден, да, мы тогда себе не пишем сейчас. Ну, там на английском языке будет все. Угу. Угу. По-русски есть где-нибудь? Значит, покажу, да. Угу. 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 вот на русском языке знаете тут наверное мне проще вам сбросить из вас там включены компьютеры ну тогда если здесь есть вай фай то можно подключиться так то у меня через флешку несет через сим-карту мне нет что-то там такое сказали нет я сейчас вы можете компьютер включить не будет так вот здесь порой что-то говорит единичку попробуйте я вот этот адрес сюда приведу и вот этот адрес а как те и резины нет это не обращать внимание компьютер у нас открылся очень сильно шире вот так можно что-то реально сделать как pdf да конечно у вас посмотрите на рабочем столе есть такая сетевая папка преподавателя есть такая вот сетевая папка преподавателя и сейчас туда заброшу нашу папочку она не очень большая то что вы нам сбросите это можно будет как взять потом посмотреть здесь ну вот сейчас я туда положил вы можете оттуда себе скопировать на рабочий стол например сетевая папка преподавателя и там парка называется и пап 3 папка они же собачка и папка да собачка и папки можете на рабочий стол сбросить потом на флешку ну и в нем там есть называется ссылки текст вот я сейчас туда положил вот но при спина и тем конечно ссылок много и то что я вам показывал вот это вот это стандарт сам идет вот потом где айбем это на русском языке очень такой неплохой идет по поводу изменений там и так далее вот еще сбросил и папку тест точку орк вот здесь интересные вазу значит табличка например совместимости с этом гиппок 3 вот видите здесь 56 процентов совместимость у плейбука например у айоса какой-то кого его свете 54 процента у и букса и особского 51 процент идет в следующей версии 60 процентов уже ну то есть до 100 в общем практически никто не доходит поэтому здесь стандарт пока можно использовать но не максимальным а решение не у всех пойдет да не у всех пойдет и чтобы песни пойдет вот там но вы сейчас на самом деле можете увидеть что будет не без не пойдет потому что у вас там не стоит правильного ридера и вот в этой папке например есть такой файл и по фиксов лоял и парк и попуски прям здесь в этой папке коктей а вот и с вызванным щелчком его откроете вас скорее сейчас должен запустить садок digital edition а может там вы знаете а может и не запустить что что не знает нам стоит а до пуски программы или нет лучше все дела из не стоят то и не запустился вот смотрите первый гранул совпадать с моим не нет у меня другое у меня что-то розовое и не многоцветная вот свою вторая страница и вторая страница а теперь смотрите поведение потом анимация буквально 10 назад показывал как на ипаде она работает вот 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 таком виде работы без проблем вот просто текст а у вас от ничего там не работает потому что у меня стоит вот этот адоб digital editions версия 4403 а у вас стоит стандартный вариант на третьей версии который не поддерживает вот эти возможности интерактивные поэтому собственно там этого ничего не будет и вот сейчас мы как раз и обсуждаем вот эти возможности что сейчас интересного как создается но я буду показывать на примере и дизайн другом программы дизайн я так надеюсь я в начале хотел показать вообще что из себя представляет этот формат и по там есть такая папочка и павс и я возьму сейчас какой-нибудь павел ты можно где-то плюс самые первые там чил-чилберинс идет можно посмотреть на него что он у себя представляет представляет ну у нас тут немножко текст и все как у меня вы знаете тоже интересный момент вот встречается другу смотрите какой интересный минус 17 слэш один что-то тут у него вот она вот она одна страничка идет вот вот такая но обратите внимание еще на такой момент валюты я уменьшаю она переделывается до модифицируется но если теперь вот этот файл я сделаю с ним такое надругательство у него расширение пар видно да а я ему переделываю расширение zip открыт там где-то вот это не что ладишь нас тоже это немножечко корявой штука вот так или что по-другому вот это теперь разархивируем и получаю вот такую конструкцию и здесь в папочке и пап как раз вот вся основная сути находится и вы здесь видите идут файлы html вот если вы сейчас посмотреть файл мы увидим натуральная формате xhtml идет он здесь вот ну а дальше вот такое стандартное что мы строили если например посмотреть файл опф то как тебе сидят xml это состав пакета всего там оглавление так далее находится ссылка на оглавление вот само оглавление идет такое оглавление и еще оглавление идет мы здесь ведь используется может быть вам знаком html такой элемент на такой вот что им или 5 оконится что им или знаком без присутствующих я где-то встречался на не помню что это такое язык разметки да вот вот идет ли здесь вот пожалуйста элемент html я не помню какой тэк нас да это что мы где-то это html5 вот это тэк для навигации как раз используется а если например покажу из чего состоит вот я не помню показывал нет вот такой файл трейс называется смотрите как он выглядит опять какой-то глюк идет у него правда если смотреть на к ней электроны книжки и я не вот которые но обычно это такая там конечно конечно представляет вот такая красота и опять его переименовываю разархивирую и папочкой и здесь идет у нас опять вот эти файлы видите c1 d2 смотрим что за файлы вот идет подключение скрипта и судя по всему он как раз и занимается вот этими делами а дальше использовать элемент канвас канвас это как раз элемент html5 который предназначен для того для ну для полотна которым можно джаваскриптами рисовать что-то в общем то и происходит сами скрипты находится вот папочки скрипт он не подойдет вот вам три жизнь здесь идет вот и тут вот идет построение дерево самого то есть получается что сейчас современные папки он совокупность и html и css скантовли сирии джаваскрипта причем на таких не с нехилых уровень вот так теперь сначала немножечко по поводу простого формата и папу занять тоже разбираем вот идет такой поток вот он идет текст идет видно картинки идут и так далее вот он идет ну файл здесь там страниц довольно много здесь страниц и ели если я хочу обычную книжку сделать я из indesign и делаю такую планет файл экспорт вот и дальше папочка будет и пап 3 допустим зову хроники про но в каком формате и здесь вы видите идут два варианта и папа но это эти два варианта идут старших версиях им дизайна это сиси и сиси 2014 у меня стоит самый раз последний версия 2014.2 и вот здесь вот есть рефор был вариант во вторых придет в этом случае у меня будет поток единый классический по который поддерживается везде очень даже хорошо если будете дизайн новой версии то в принципе все это да конечно и так нажимаем сохранить дальше выдается вот такое окошко совместимость и папа но здесь для таких целей лучше сквозь версию 2 вот попробую оглавление ну не знаю есть там оглавление или нет и настройки принципе мне сейчас устраивает и для обычного и папа здесь настройки например касается вот чего что касается картинок например дело в том что формат и побед классическом поддерживается тоже jpeg и gif и png вот стандартный такой набор вот выйти здесь разрешение можно задавать вот автоматический вариант кодирования ну и для gif и для jpeg можно различных свойств отдельных задавать ну принесло что там идет больше ничего такого интересного нету вот я нажимаете и вот пожалуйста я получил вот этот файл почему если размеру так увеличиваем ведь что происходит уменьшаем вот так это обычный поток сколько у меня здесь страниц вот если я вариант смол дела у меня 44 страниц если я делаю вариант extra ultra large у меня там будет наверное больше страниц но здесь видите что получается 44 надеюсь вот 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 эти три страниц ну да поэтому как бы здесь к тому же это на reader уже задача ложится кстати интересный момент что в оригинале в тексте там были переносы ноги по здесь получается без переносов это не знать что нету в тексте переносов просто переноса на усмотрение ридера ридер должен делать переносы если он умеет это делать данном случае ведь он не умеет более того у меня есть форматирование могло быть по левому краю там а ну что лимка идет а допустим вот это абзаца я сделаю по формату так вот звук рот 2 но я опять стандартном потоке его делаю посмотрим как он не был 17 июля вот ну видно вот этот абзац формата идет заметно вот этот 17 июля вот правый дорогой добил я бы 8 но так он идет остальные по левому краю вот но когда если я попробую сюда разместить какой-нибудь прямоугольник например вот например я хочу сделать фоном удействовать прямоугольник симпатичный так вот раз вот и допустим будет желтенького цвета то тогда я столкнулся проблемой вообще будем все нормально куда красиво все прошло но обратите внимание на то что эта картинка вообще идет то есть первая страница он растрировать мне вот этого поэтому мы видим растрировать что касается дальше а вот и страницы вирнам да 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 это там настройках задается то есть я когда создавал вот этот вот он не видите ковер обложка растарайся first page поэтому все хорошо получилось а на самом деле вообще-то она вот как смотрится и где желтый прямоугольник его общем то нет принципе из этого способа был такой вариант выбрать как можно да здесь не поддерживается вот как бы а прямоугольник на заднем плане и так далее но я могу я могу сделать вот что я могу создать табличку из одной ячейки и поместить сюда вот этот текст вот тогда вот этот текст и отсюда удаляем вот в этой табличке я задействую цвет я могу вот эту ячейку взять и раскрасить такими нибудь цветом ну допустим желтую увеличить могу текст центрирует по вертикали и получается вот как будто желтый прямоугольник посмотрим как сейчас результат это обложка где первую страницу знаете наверно мне стоило эту штуку сделать на второй день страницы на сейчас я копирую и размещу например куда-нибудь сюда ну чтобы не позаботаться сделал ее другого цвета например поинтам голубинку это будет белый и еще разом экспорт так он тут ругается по поводу внутренних объектов то есть он сейчас сказал что он растрировал этот объект хотя принципе вроде никому особо не мешает здесь так значит я понял да это меня внутренний объект получился с надо было другому сделать эту ешьте дали вот сейчас корректно это первая страница но вот так это так текст идет и я выкручиваюсь с помощью таблички то что здесь так распланировал это уже насмотрение ридера вся планировка страницы поэтому получается что в общем то здесь я вот так выкручиваюсь ну а теперь посмотрим если например бы я сделал в другом вариации оба и теперь я сделаю еще один прямоугольник например вот вот например он будет желтый пусть на 30 процентов и на этот будет например пустим синий а это будет напрямую зеленый ну теперь я не табличка выкручивается непосредственно сами объект размещаю вот такая сейчас получается вот и теперь снова экспортирую но на этот раз я экспортирую формат фиксы твой а вот этот формат фиксы твой а вот и по фл еще иногда он называется это как раз версия 3 она поддержит такие возможности фиксы твой а вот название здесь файла точнее расширение остается прежним поскольку что с настройками по поводу настроек опять меня есть возможны все страницы или часть страниц сделать могу опять обложку расстрированную первую страницу использовать могу опять оглавление создать но по поводу оглавление есть возможность немножечко больше и здесь поддерживать нормальным многоуровневое оглавление которое обычно не поддерживается что касается самих страниц то вот вы видите сприт контрол и он меня базируется на настройках документы а я могу например преобразовать как-то вот в ландшафтной организации или вообще там развороты запретить это левую и правую страницу но пусть пока вот как у меня идет так и будет ну то что это фиксы твой а вот по поводу преобразования здесь настройки абсолютно те же картинки настраиваться точно также ну и принципе здесь больше ничего такого интересного нет вот и так я сохраняю кей чуть дольше он создает как видите посмотрим что здесь у нас ну все нормально вот но он сейчас работает режим fix и play out текст по-прежнему доступен как текст но если я попробую сейчас размер увеличивать эти ничего не происходит то есть ему не разрешено изменять размеры и вот макет как меня был так в общем то у меня остается вот я получаю один к одному макет поэтому принципе вот этот вариант для электронной книжки очень не очень подойдет для обычной рекламы если мелко то не увеличивая но что касается например журнал журнального плана со сложным макетом тогда конечно это будет отличный вариант как выкручиваться и теперь по поводу как раз второго файла и папки со твой аут шрифта так вот не нашел смешли заменим ну первая страница на себя ничего интересного не представляет а вот теперь по поводу второй странице дело в том что здесь вы видите идет вот такой то объект на самом деле это группа из картинки и вот этой самой кнопочки и таких кнопочек здесь в общем но там группа группа из текста и картинки то есть я мог бы например сделать так например я нарисую круглую кнопку а внутри у нее напишу например слово топ вот он идет вот так вот вот ну и эту кнопку я могу сделать любого цвета но видите текст отдельный это отдельно поэтому я могу выделить об объекта сгруппировать так это группа теперь и что-то на такое должна делать а как же и тогда действие назначить вот теперь обратите внимание на то что здесь объект идет тоже в рамочке рамочки вот и я хочу например сделать так чтобы у меня знаете сейчас это пока объект сдвинуть сторону он не мешался и пока что нет там шли помолчали стоит шлип неправильно стоит часу нормально сделаю помолчание назначил вот так и допустим вот такая конструкция идет вот она идет вот но вот эта кнопочка как бы один а дальше продублируем и назову например ментал середина нет не влезла тип средняя но ты еще одна кнопочка как тут будет интер год и я тоже разные цвета сейчас сделаю вот так например и теперь эти кнопочки они еще пока не кнопки это просто абстрактные объекты а я хочу чтобы они мне что-то здесь переключали вот и допустим у меня есть какой-то здесь допустим допустим прямоугольник один будет он закрашен вот так вот я вы сейчас продублирую и второй прямоугольник будет желтого цвета ну а треть прямоугольник будет розового цвета в каждом прямоугольнике у меня например я сейчас как бы текст туда заполнил отдельно сделают тайну здесь один текст здесь другой текст а здесь третий текст ну чтоб сымитировать что она разная вот и теперь я тоже сделаю группу из этого группы из этого и группу из этого у меня получилось три группы вот и теперь такой момент чтобы эти кнопочки управляли вот этими объектами я сделал должен сделать из него так называемый мульти стоит объект это объект со множеством состоять я выделяю и через панельку windows interactive object states делаю вот этот мульти стоит объект как ведь у меня сейчас не совсем то состояние я переключаю на последнее боль она вот так вот и вот так я могу переключать состояние но по умолчанию меня вот это последнее состояние должно быть поэтому я сейчас вы наверх перетащил вот так чтобы чтобы меньше проблем и она не включена изначально окажешь них тогда переключать а для этого я сейчас сделаю из этих вот кругленьких элементов кнопочки для этого дизайн использовать панель windows interactive buttons вот и я из левой кнопочки делаю button которая переключает мой объект action здесь есть специальная операция go to state она позволяет переключить мой объект состоянию так это другой объект этот их мук там идет последний он они виду и так первая кнопочка переключает состояние зеленая вторая кнопочка переключает опять был пустые состояние последний в состоянии желтая и третья кнопочка переключает переключает вот в это это переключает зеленая это переключает вот сюда вот и так и кнопочки будут переключать состояние но то что я сейчас показываю это основан для интерактивного документа в индизайне в принципе это типовые возможности дизайна для интерактивных документов где они в общем то используются они используются во флэше но флэше за индизайна вещь что такое тонкий момент вот так же они используются в дизайне что по большим свет слышали такую чтобы дипс а так дипс давно когда ты слышишь а ведь вот эти вот можно же сделать и в pdf там тоже будет работать нет в pdf оно так работать вы не будет там вот эти состояния не она и они туда не придут поэтому интерактивные pdf я если сделать могу но вы вы помните когда я делал кнопочки вот здесь вот вот эта операция пустой она находится она находится в разделе свф и по можно сделать там очень много заморочек будет в этом случае поэтому здесь для pdf там можно использовать вариант шоу хайт баттонс но тогда целый морок я должен из этих моих трех состояние делать кнопки и вот этими кнопками переключать эти кнопки какие отображать когда она будет работать но она никогда не будет работать на ipad это штука мама не работает на ipad она работает только на десктопе причина то что там и задействуется флэш элементы и который не работает не на андроиде нормально не на ipad а то что я сейчас и папу делаю она будет прекрасно работать на ipad вы знаете тут момент какой что там из них используется понимаете поэтому будут ли работать вот эти вот фишки поэтому здесь очень очень тонкий момент и сейчас кстати говоря версии сессии дизайна сиси 2014 стал возможным поспросматривать прямо здесь как она работает здесь интерактив и пап интерактив тип превью вот сейчас меня все так красиво смотрится и я сюда нажимаю туда нажимаю туда нажимаю туда нажимаю вот вот так она работает вот так она переключает вот я сейчас генерирую файл экспорт и парк фиксит лоял настройки мне стандартный подойдет что название где-то проконфликтовала мне кажется нибудь большой проблемой не удобно где-то название пересеклись поэтому там сейчас он немножечко вырвался вот таким образом я могу переключать вот эти состояния единственное что вот аналогом является диды дипе садок дипе с где это тоже очень хорошо работает но тут вообще эти объекты расположить как бы в одном месте и они бы у нас не прыгали вот так а просто кнопочкой переключал и в зависимости от кнопки на этом же месте пожалуйста так у меня же исходный вариант так он и был как раз так и был исходный вариант получается что вот получается вот порт один вот пар 2 нажимаю 1 пар 2 переключился дам пар 3 вот он переключился парт 4 парт 5 вот они вот так сейчас здесь переключаются да конечно но это вот нижняя часть вот пар 5 который идет это тоже мульти стоит объект у которого вот эти пять состояний от парт 1 вот этого до парт 5 вот здесь может быть внутри все что угодно абсолютно поэтому здесь ничем не ограничивается там правда эти другой момент вы немножечко такого напрягающего плана принципе они уже сказал пока вас не было посмотрите я жму парт 1 но все переключилось видны парт 1 но одна маленькая проблемка дело в том что любое касание и по придр он воспринимает как команду выдать панель управления я жму на парт 2 и у него сверху появляется панель управления видно я жму на парт 3 она пропадает я жму на парт 4 она снова появляется и получается очередное касание она то прячет то показывает эту панель управления это в принципе в принципе раздражает конечно мягко говоря но мне кажется это еще может зависит от ридера который мы смотрим поэтому кто-то может так покажет тот может по-другому показывать но сейчас для ipad использую самая обычная букс ридер но там уже запутался где он там был вот еще какой-то есть вам бамбук ридер вот сейчас я попробую в нем открыть один изменить файл тут или нету ну прямо этого нету ну ладно где-то он болтался там где он был вот он засовывал ладно вот ну по крайней мере вот айбу кого-то вполне ничего показывает ну мы там говорим но там тоже знаете там хватает возможность сказать про стандартное построение я поэтому тему семинары выбрал так сказать что показать не стандартные что точнее новое что там много интересного но дело у нас в обычном и дизайн турстам по и пап особо говорить нечего то что самый дизайн все делать за вас то но какие фишки еще можно сделать вот это вот такие фишки можно на курсе для этих фишек просто руки не доходят поэтому этот цвет дополнительного аксел базируется на возможности винди за кстати что интересно если сейчас например открою панельку фоли оверлейс который предназначен для построения уже цифровых мультимедийных этих самых документов я нажму здесь превью похоже заметили да 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 еще красивее да здесь еще красивее получается потому что здесь можно вот такие затухания причем они автоматом формируются я могу здесь например вот он не идет делать это управление я могу здесь вот здесь поле оверлей сказать ему что давай мне задержку например одну секунду здесь вот и тогда будет еще более плавно переключаться но дело в том что вот этот дпс он раньше пошел чем и по версии 3 и поэтому он свои имеет традиции в общем-то и сейчас получилось так что вот этот директор по большинстве она требует ну в общем определенных действий для поддержки и спешка здесь вот чем вот представьте ситуацию вот документ он допустим платный документ как вы собираетесь делать чтобы люди не оплатили и адоба предложил вот такую схему я с помощью дизайна с помощью этой специальных плагинчиков поля верность и так далее я создаю документ фолио так называемый который через специальную программу я купив специальную лицензию в адоба я загружаю в appstore назначив цену или бесплатно и так далее ну а дальше поиски все загружают если бесплатно то бесплатно если платно то платно нет нет это полноценно полноценное приложение абсолютно полноценное самостоятельное приложение при журнале они с помощью технологии как раз работает и получается что я как пользователь я вижу но это тоже будет типа получается можно сделать подобные приложения не очень больших тогда именно так загрузится если это полноценное приложение оно вообще не зависит от того что там стоит вот сейчас сейчас один момент буквально не не сразу не совсем так в общем то вот они идут журналы нет какая там была штука и нужно загружена вот читать вот это нажимает читать вот читать все красиво так вот вот так вот вот так вот дом вот так вот так вот вот так вот да хорошо вот но этого dps и что по большим свету так он представляет двухмерную такую организацию макета и вот аналогов ему не было то что под с так не умеет делать вообще то есть нет таких возможностей у него нету вот здесь и видео и так далее вот такие красивые переключения тут видно ну и так далее скролируется он вот и получается что вот в таком да кстати вот так вот работает а вот так не работает и возможно что его так тоже не сработает ведь он на строго ориентации ориентирован и вот этот digital publishing suite вот эта вот технология она всем хорошая она замечательная но это на проблема если я хочу по одному приложению продавать это стоит в принципе 400 долларов за каждое приложение либо если у меня есть подписка на мастер коллекшн это бесплатно мне будет ну за исключением того что я должен аккаунт в этом в apple иметь аккаунт разработчик чтобы размещать туда приложение и получается что я на базе индизайна генерируют это приложение им туда размещаю точнее туда пересылаю они тестируют и если все нормально у себя опубликуют вот это абсолютно гладкий процесс с точки зрения меня как разработчика опозитили его покупает уже потом или себе закачивать но увидели там платный бесплатный журнал вот принципе здесь система она в общем достаточно понятная вот но дальше получилась такая ситуация что опасить не там идет полгода назад адоба 1 нет больше наверно где-то по моему с октября она сказала что вот этот вариант когда я одно приложение могу так размещать бесплатно в рамках мастер коллекшн так не одну точнее по одному так размещать она завершила эту линейку и осталось только в журнале так на профессионал в ряд за 6 тысяч баксов в год подписка для серьезных журналов это немного конечно для индивидуально после это спрашивается вопроса зачем зачем мне платить 6 баксов размещая вот такие отдельные приложения и тогда адоба как раз и сказал вот такую вещь что мы вместо вот такого одиночного приложения предлагаем теперь вам и пап и пап и вы поэтому видите сейчас много общего у них идет у и папа я показывал интерактивную страничку туда вот и у них поведение в общем-то похожие вот этой страничке да и поэтому если например это приложение вот как адоба для адоба я создаю размещая в appstore это одно будет в google это будет другое понимаете то есть на базе моего документа я могу создать два приложения для google а для ipad а и пап же это универсальный файл это абсолютно не в социальный файл который будет читаться каким-нибудь каким-то неизвестным ридером понимаете а так получается адоба как бы немножечко кинула пользователей потому что они получаются уже не гарантированные возможности то есть я сделал шикарный документ но поиск открывает у себя на и пазе а у него там все наперекосяк да как вариант да вот это совсем грустно нет конечно мы можем сказать что закачать приложение такое-то и с ним будет нормально мы с ним тоже может быть проблем по одной простой причине создатели приложения они тоже в их регулярно меняют а когда их меняют не факт что они не наделают еще ошибок понимаете да и поэтому это осталось вот такой вопрос они как бы после подвесили вот с этим и бабом большому счету и поэтому получается что сейчас и другого варианта нету во первых и тот вариант который есть он недалек в общем-то от идеала но вы знаете поскольку эти процессы они потихонечку в общем как-то вот оптимизируется да вот поэтому я собственно и решила сложная сложная ситуация но 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 на него очень внимательно надо смотреть потому что принципе у него очень хороший потенциал роста во первых он прекрасно работает на всех платформах во вторых вы можете сами как хотите свою ценовую политику организовывать там конце концов вот но в третьих его создавать так же как и дизайнерские все те же самые способы вот но есть один маленький большой 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 плюс дело в том что если например тот же самый dps вид что паблишер у него вот возможно html это как бы дополнительная штука но здесь html css javascript это основы и папа и получается что здесь вот это все это на ворот он как бы будет чем дальше тем будет все лучше поддерживаться и дальше уже может быть на ворота вы куда более серьезно чем мы сейчас ожидаем вот поэтому вот это направление оно очень интересно единственное что на каком уровне все это использовать и поэтому то что я сейчас показывал такого типа кнопочки они в принципе работают более менее нормально более-менее нормально более менее понимаете поэтому стоит ли их использовать сейчас для реальных документов это очень сложно сказать честно скажу как-то не особо мне они встречались так что вот в таких вариантах задействовались нет экспериментальных документов много на эту тему мы можем хотим продавать или распространять так что у всех все хорошо было вот теперь это по поводу интерактивность непонятно сейчас как то есть они делаются как видите не очень сложно они работают неплохо и работает вот я вам показал не практически заработали я с собой не стал android брать просто линию тащит был еще под дождем да и самый там все тут нормально все работает вот единственное меня удивило знаете что в принципе у меня там этот топ-эспо один из последних планшет про него разрешили зверское но как бы я бы не сказал что он очень сильно гладко проигрывает хоть там и память бешеный и там процессор мощный ipad более гладко проигрывает чем этот поэтому почему-то да? хотя он не мощней вроде бы вроде да но вы знаете я здесь могу еще насчет ридера правда промахнуться потому что возможно ридер так работает там вот у айпада может более оптимизированный вариант ну по поводу видео аудио видео аудио вставляется здесь очень просто прямо есть команда которая вставляет это видео вот здесь вы дизайн все просто все вставлять команды файл поместить у нее любая шушера вставляет сеть вот что видео что аудио вот я вставил картинку сюда вот она сейчас придет вот она идет вот ну и за аудио аудио наверное зависит от того опять что у нас стоит да допустим если видео файл каким-то плеером читается который у меня обстановлен и он вот там смотрите какая ситуация там дело в том что смотря какой кодек используется вот и здесь сейчас я вам давал адрес вот который и паптест вот этот адрес вот и у него по этому адресу есть интересные документы тоже покажу вот там есть прямо увидеть как вот и папты это и 100 куда и тест вот и здесь и система тестов прямо идет вот например я сейчас первый документ покажу здесь вот чуть-чуть черт с ним вот знаете я не знаю чем делал ведь минус 90 страниц сейчас показывает вот я должен правку нажимать ему вроде нормально пошло а дальше вы все так ничего вот и здесь система тестов идет вот и в том числе из этих 28 страниц вот он видите показывает здесь в инлайн фреймс например и пишет если вы читаете посту это поддерживается возможность гиф поддерживать поддерживать поддерживается галочки стоят аудио 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 другой вариант там видите mp3 а это mp4 вот это оси вот вот здесь вот чего-то нету или она не влезет сейчас узнаем нет вот она идет окна тоже работает у нас кто был это был аудио это непонятно кто это через соус они как-то внедряют надо исходить смотреть как они это делают видео а вот здесь видите видите слышали такое в по 8 видео орбис и форби союзер в бмб в б б б б б б есть такой видите но видите здесь он не может не работать не работает видео элемент h264 h264 это один из самых пожалуй знаменитых еще что-то видео какое-то здесь идет тоже, с постером, вроде все нормально, потом какой-то web captions, это с этими субтитрами и вот, пожалуйста, так вот здесь тоже субтитры, потом ттмл идет какой-то там, вот, и здесь тоже работает, так что вроде все нормально субтитрами, вот, и триггер элемент это возможность управления проигрыванием отдельно, не вот здесь вот кнопочкой, а вот отдельно, а здесь еще помимо этого я могу еще и паузу нажимать, это для аудио проигрывания, ну, в общем, в таком духе, видите, они тестируют здесь, вот, map ml, это тоже особенность поддержки ипугу, это поддержка вот такого языка, математического языка, в чем, конечно, здесь фишка, это в том, что вы можете масштабировать и так далее, вот это вот без проблем, потому что это идет на уровне не картинки, на уровне языка, понятно, да, но если, например, я вот этот файл скормлю, у меня какой-то еще тут ридер был, сейчас один момент, а у меня тут был, знаете, такой, я говорил про него, ри-и-и видим, это, ну, в общем, для хрома какой-то там ридер, я запустил, нет, мой, мой макет там нормально, тоже работает, вот этот вот тоже, к нему вопросов никаких нету, там анализируйте, анимации все работают, кнопочки вот эти все это нормально работает, видите, тоже не возникает никаких лишних, сверху здесь штуковин, вот, но я сейчас перейду, плюсиком добавляю сейчас файл, это у меня было, а, нет, это у меня сейчас один момент, он будет этот файл, так, сейчас я скопирую туда, чтобы поближе ходить, и поп 30 тест, так, теперь надо видим найти, и так, и поп 30 тест, открываем, проверил, вот, так вот он идет, открываем, вот, и статический паз прошел, вот, видео, в этом 8, видно, а какие вот, в 8, помните, вот, не хотел проигрывать, да, h264, вот, это я не понял, дело в том, что, чтобы не поддерживать h264, это надо быть очень героическим человеком, потому что это один из самых популярных стандартов из всех, вообще, вот, так, кстати, с этим это поддерживается, с субтитрами, ну, как видите, ну, вот, получается, сложно найти приложение, ридер такой, который все, понимаете, вот, пока, пока что, да, получается, что здесь и разброд шатает, вот, опять-таки, вот, это вот, кнопочки, это работает здесь, вот, все красиво тоже, вот, все без проблем, отлично работает здесь, вот, и все очень даже хорошо, сейчас вот два этих ридера сравниваю, это вот здесь так работает, но они, видите, по-разному все это отображают, вот, и теперь, видите, он здесь показывает, что, вот, оно сейчас так сгенерировалось, а должно смотреться вот так вот, вот, ну, вообще говоря, похоже, похоже, в принципе, похоже, без проблем, ну, да, посмотрим, как Ридиум покажет, у него, вроде тоже похожи вот эти части, вот, единственное, нет, похоже, вот, смотрите, видно, а здесь, вообще-то, идет, да, вот это буквы, нюансы, да, вот, 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 то есть, если на вот этом оно видно, оно вот так вот отображается, ну, как бы, хоть как похоже, да, то здесь оно вообще никак не похоже, вот, потом, вот эта штучка должна вот так смотреться, но здесь расхождение много, мягко говоря, видно, видно, там, вот оно должно так, а здесь, видите, вот, начало-то здесь вроде похоже, идет, а дальше линии как-то вовсе не так, вот, а что показывает Ридиум, а, нет, что показывает, вот, это вот так идет, а должно быть оно вот так вот, то есть, здесь должны вот так линии тянуться, а здесь линии не очень тянуться, но, по крайней мере, здесь вот эти штучки присутствуют, как-то, ну, ну, и так далее, то есть, надо, кстати, вот, пожалуйста, оно должно смотреться вот так вот, пицца, а смотрится оно вообще непонятно как, где он вообще, ведь ему в процессе МКРОР, то есть он на ошибку от носа, а этот друг, сейчас где-то в тридем, о, а вот это, смотрите, как, ну, не идеально, но, в общем, близко, нет? Ну, да, пробелы есть туда, в лидии нету только, у них черт читали, но они, в принципе, выстроились, вот, 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 вот здесь вот тоже, видите, здесь мульти такой, мульти-скрипт, то есть, когда много разных, там, языков, это на видео, а здесь у нас, ну, здесь будет тоже такое, он, видите, он нарисовал, это то, что должно быть, это то, что у него получилось чуть поменьше размера, просто, в общем, такие интересные файлы, вот, SVG, слышим, такой формат, SVG, Scalibble Vector Graphics, нет, 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 это векторный формат, который я могу создать, например, в том же самом иллюстраторе, то есть, я создаю документ, лучше, ну, допустим, там, 50 на 50 пикселей, ну, вот, и здесь, например, рисуем кружочек, допустим, ну, а здесь рисую треугольничку, например, допустим, вот так вот, или там у меня будет два треугольничка, один из которых, например, верхний, допустим, и верхний, допустим, идет красный, нижний, идет зеленый, ну, а это, например, серийки идет, могу контур убрать здесь, чтобы не мешались, только этот сделал чуть потемнее, все видно, вот, и теперь вот этот объект я экспортирую, точнее экспортирую, а сохраняю в формате SVG, допустим, вот формат SVG, иллюстратор его напрямую поддерживает, прям, сохранить, здесь стандартные настройки, выбираю, вот, и если сейчас посмотреть этот формат, вот он, баттон SVG, например, открою, сейчас посмотрю его в блокноте, вот, мы с вами видим XML файл, вот, документ SVG, и вот идет тепл, полигон, полигон, вот, вот мои объекты идут, вот, но одна очень большая досада заключается вот в чем, я вам покажу на примере индизайна, как это все делается, да, но в индизайне SVG до сих пор почему-то нельзя помещать, он не понимает это, вот, и поэтому вот так вот руками разводишь и говоришь, а что тогда делать, а тогда остается, получается, в индизайне предусмотреть место для этого элемента, сгенерировать EPUB, его разархивировать, найти это место, туда вставить этот SVG, обратно заархивировать и что-то этим заниматься как-то не очень тянет сильно. Вот такая заморочка получается. Поэтому пока, вот, мне кажется, что с точки зрения индизайна, большой проект это как раз отсутствие поддержки SVG. Я, в принципе, могу выбрать таким образом, я могу попробовать вот этот код, вот он идет SVG, я могу отсюда его так скопировать и вставить в индизайн, кушечку одну уберем, командой object insert html, и сюда я вставляю вот этот код, окей. Вот он сюда вставился, вот он такой здесь идет, но давайте посмотрим, что пока что этот самый превьюшка у него. Ну как вот, ничего, ничего не показывает, более того это не то совершенно идет. Вот, и тогда, получается, я могу немножечко по-другому, например, сделать, я могу в индизайне... Вот он идет здесь, я могу использовать другую команду, я могу создать объект, вот, и insert html, и могу сюда вставить картинку. А, то есть просто как картинку вставить, этот SVG? Да, вот, если они в одной папке находятся, они вроде в одной папке находятся, вот, то посмотрим. Ну, а если он где-то в ауте их можно, наверное, и пусть прописать, дальше что да. Ну, сейчас посмотрим, вот, и так. Или, 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 или только если в одной. Ну, понимаете, там вопрос, какой путь прописывать? Ну, понял, куда оно делось? Пока не хочет ничего показывать. Все, то, что и мы... Так, сейчас... Ну, река... Вот он, куда-то сюда и воткнул. Ну-ка посмотрим, что этот покажет нам. Нет, видите, не находит он ее. Вот, я боюсь, здесь ему придется абсолютный путь указывать. Вот. Что, в общем... Как там... Сы, там, или... В общем, надо... В общем, это заморочка получается такая, нехилая. А, если авторный путь указывать, то... Ну, вопрос, да. Опять же, одна у одного будет работать, да? Да, да. То есть, как, вопрос переносимости и так далее, как там оно будет. Поэтому здесь вот вопрос с этим СВГ пока, к сожалению, здесь, в общем, не особо решен. Вот. Но, в принципе, то, что вот это векторный формат, это, конечно, очень здорово. Вот. Ну, вот это касается векторного формата. А что касается анимации, которые вы здесь видели, то здесь можно сделать вот что. Например, я хочу сделать, чтобы у меня какая-то чистка здесь пролетала. Вот. И я тогда могу там какой-нибудь элипс нарисовать, например, средствами дизайна. У нас значит, что цвет ему зелененький, например. А дальше есть панелька специального дизайна, называется она Animation. Анимейшн. Вот эта анимейшн, она поддерживается для флеша и для ипаба. Не поддерживается для pdf ни в каком виде. Поэтому вот такие эмоционные возможности, это специфика уже вот ипаба. И я вам говорю, что давай ко мне пресет, например, чтобы он, например, летел fly from left, например. С левой стороны. Видите, он мне вот так нарисовал. Вот. Траекторию, да? Да, траекторию мне так нарисовал. Я могу эту траекторию подправить, делаю стрелочкой. Так, могу растянуть ее. Вот так вот. И могу через перо добавить здесь узелок, еще один. Ага, и сделать через перо. Да, и сделать ее какую-нибудь вот такую. Более того, я могу ее сделать еще и... Вот такую, например. А могу даже сделать вот такую вот. То есть траектория могу вправить, как захочу. Вот. И здесь тогда получается вот что. Эта следующая страница права. Так. Хвост есть, а прилетел по прямой. Ага. Есть траектория, но летит. Своим путем. Своим путем. Может совсем-то прямой, но не так. Ах ты. Это я колокольный талок провел. Вон ее траектория идет. Вон она. Так. Еще разок. Узел здесь есть. Так. Теперь посмотрим здесь. Вот. Он просто не пересчитал. Надо было еще разок сюда нажать на него. Вот. Вот. Я, например, вот так вот искривляю его, допустим, вот так вот. Я на объекте щелк. Видите, он показывает какое-то время старое. Теперь новая траектория уже идет. У нас некоторые задержки показывает. Посмотрим. Да. И вот таким образом я могу вот эти вот объекты, значит, отображать, анимацию вот так вот вводить. Вот. Но вот по поводу поддержки, вроде бы она так плюс-минус ничего поддерживается. Правда, возникает проблема, что, конечно, на обычных устройствах с черными чернирами вы их не увидите. Какая анимация. Вот. И для чего она здесь, в общем-то, настолько сильно нужна. То есть, в принципе, здесь хороший потенциал для будущих электронных учебников, например, в таком виде. Например, чтобы поиск или мог посмотреть, как оно работает, например, что-то раздвинулось, что-то сдвинулось там. Понимаете? Вот. Это можно в виде видеоролика сделать, но можно как бы и вот такими пояснениями. Вот. И, в принципе, здесь очень интересный потенциал. И поэтому вот это вот ипабы, они для этих целей получаются очень хороши, потому что у них есть флэш, да, который все то же самое умеет, но флэш вопрос доступности тоже очень сложный. И есть ипаб, который все больше и больше становится доступным. И получается, что вот эта перспектива, она куда более приятная в данном случае. получит. Ну, поэтому, собственно говоря, я вот эту тему и показываю здесь со всеми проблемами. Но, вы знаете, моя мысль такая на эту тему, что где-то, может быть, год, может быть, два, и вот в таком виде ипаб, он уже может стать стандартом, когда кто-нибудь из серьезных фильм вот начнет производить книжки, там, учебники или еще что-то вот в таком духе. Поэтому надо смотреть, руку на нем держать на пульсе. Вот. Такое маленькое резюме. Вот. А так формат, видите, достаточно симпатичный. Но пока претензии к индизайну для того, чтобы, по поводу того, чтобы он, ну, получше, что ли, поддерживал те же самые свг хотя бы. Потому что векторная графика это уже норма сейчас. Ну, в принципе, вот. Спасибо. Вебинар у нас тоже двое остались. Вот. Так. Кувинар и как-то там живы. Скучные темы была для изложения. Скажите, а вот есть, по-моему, их два курса. Есть специалисты по созданию приложений мобильных. Это именно вы читаете? Нет? У нас был курс DPS. Вот это шел паблишер на основе вот этого, как раз, на основе дизайна. Вот это DPS. Но вы знаете, мы потихонечку, получилось так, что мы этот курс, как бы, сейчас я его сильно переделываю. Потому что, ну, позиция Adobe здесь, она очень сильно, так сказать, подкосила. Оно было именно на DPS, да? Да, на DPS. Но есть еще отдельный курс разработки приложений для мобильных. Это для Google, для iPhone. Это отдельно. Вот я, помню, видел, я кажется. Это уже не вы. Нет, читаю, там два уровня, по-моему, что там, что там. Вот. Но это программирование. Я не помню насчет уровня, я помню, что там есть два курса. И для Android и для iOS. Да, 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 да. И у каждого две части там идут. Две части? Две части, да. Поэтому это программирование. И, в принципе, там используются специализированные среды. И там, конечно, интересная штука именно для вот этих устройств. Вот. А здесь у нас немножечко более универсальное получается вот это вот, да? Вот. Кстати, по поводу EPUB, вообще, знаете, там, хохму какую. Некоторые издательства используют свои проигрыватели вообще для проигрывания EPUB. То есть, они сами разрабатывают проигрыватель для EPUB. Свой. И встраивают. Хочешь, смотрите эту книжку, скачай проигрыватель. А, нет. Там по-другому. У них есть свое приложение, они туда встраивают свой же проигрыватель для EPUB. И приложение решает кучу задач, и заодно проигрывает EPUB. Вот. Так что, как бы, вот. Ну, а просто, что там поддерживаете, вопрос тоже есть, конечно. Так. Ну, здание Динар. Там все оставшиеся. Спасибо за участие. Молодцы. Тематика такая немножечко своеобразная. Вот. Тематика. Тематика. Субтитры создавал DimaTorzok